Илья Михайлович, хотелось бы поздравить вас с 50-летием Российского кардиологического общества. А у вас есть что ответить? Да, наверное. Я достаточно давно занимаюсь медициной, и из них последних 15 лет активна именно кардиология. И я могу сказать, что даже на моем небольшом научном и жизненном опыте кардиология сделала такой гигантский скачок вперёд. С точки зрения современной лекарственной терапии, с точки зрения инвазивных методов вмешательства. И 50 лет – это небольшой срок, тем более для российской кардиологии. Но всё-таки очень приятно, что вот это событие произошло, во-первых, в Санкт-Петербурге, потому что здесь редко бывает Конгресс, это какой-то особый город, с ним много связанных кардиологических возможностей. И с тем, что меня пригласили выступить с результатами наших собственных исследований, которые мы представляем на различных секциях. И спасибо одновременно, конечно, фармацевтическим компаниям, потому что я так уверен, что без их помощи, вмешательства, спонсирования, наверное, большое количество докторов просто не смогло бы приехать и послушать эти выступления, и поучаствовать в Конгрессе. Ну, в частности, вот компания «Гидон Рихтер» у нас тоже большую группу людей с Дальнего Востока. Вы представляете, какое-то расстояние перелететь через всю нашу страну, чтобы поучаствовать в этом замечательном событии. Скажите, вот у меня такой вопрос. У вас есть возможность сравнивать от Конгресса к Конгрессу? Эти мероприятия, они становятся более практическими или всё-таки образовательными? Знаете, они становятся и более практичными, и более образовательными. Вот за последних 10 лет, скажем, ушли от чистой такой тактики рассказа о лекарственных препаратах, перешли к обсуждению проблем. То есть проблемы взаимодействия, вот мы сейчас обсуждали проблемы про демоуправление артериальной гипертензией с точки зрения взаимодействия пациент-врач-лекарства, проблемы выбора лекарственных препаратов, проблемы использования хирургической или инвазимной тактики с выбором, в конечном итоге, каких-то конкретных рекомендаций для докторов. Потому что в зале основная масса, это же не профессорско-преподавательский состав, это всё-таки заведующие отделения, практические врачи, которые хотят не только интересно услышать, но и что-то подчеркнуть. И вот особенно этот Конгресс, я могу точно сказать, сильно вот в эту сторону научно-образовательную такую и практическую отличается от предыдущих Конгресса. А с чем вы приехали на Конгресс, вы о чём поведаете? Ну я вот в последнее время наша кафедра, и я в том числе, мы занимаемся проблемой артериальной гипертензии у мужчин молодого возраста, ну в частности офицерах вооружённых сил, поскольку Дальневосточный военный округ, самый большой военный округ, это половина армии нашей страны, по сути дела, где служат очень большое количество молодых людей. И вот их здоровье, это по сути дела безопасность нашей страны, это чётко прописано везде. И вот мы изучили такое состояние, такую болезнь, как артериальная гипертензия, самая частая встречающаяся. Получили, конечно, несколько такие весьма серьёзные результаты, поскольку у этих молодых людей до 40 лет частота встречающихся в дальней патологии почти в два раза выше, чем в общей популяции в этом же возрасте. Мы оценили у них факторы риска сопутствующие, оценили состояние других органов, которые вовлекаются в этот процесс. И вот сейчас пытаемся осмыслить эту ситуацию, которую мы, в общем-то, глубоко изучили, издали монографии, защитили диссертации, с точки зрения воздействия каким-то образом на контроль над этим давлением, контроль над другими факторами риска. Почему? Потому что если молодой человек будет здоровым изначально, значит, его продолжительность жизни будет больше с одной стороны, а с другой стороны, это офицер, он должен выполнять свои функциональные обязанности, защищать нас с вами. Это очень важно в данной ситуации. Поэтому, вот у меня три доклада на данной конференции, все касаются разных аспектов данной проблемы. И в связи с тем, я думаю, что меня пригласили выступать с тремя докладами, значит, она представляет, безусловно, определенный интерес. Скажите, пожалуйста, как обстоят дела на Дальнем Востоке? Вот с проблемами, которые здесь сейчас обсуждаются. Решаются ли они? Или они несколько застопорились? Или, наоборот, какие-то новые перспективы открылись? Ну, сказать, что они застопорились, это было бы не совсем правильно. Проблемы везде одинаковые, да? То есть проблемы выявляемости патологии, проблемы доступности медицинской помощи, проблемы ее эффективности. Но все-таки Дальний Восток старается что-то в этом делать. У нас развивается высокотехнологичная медицинская помощь, то есть построен федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, у нас сделаны региональные сосудистые центры, то есть лечение тех пациентов, которые дают наибольшую смертность. Ну и, наконец, конечно, мы стараемся увеличивать образовательный потенциал наших докторов с точки зрения лекарственной терапии, потому что всех прооперировать нельзя и не нужно, всем поставить стенты в коронарной артерии тоже невозможно, а лечить артериальную гипертензию, которую, мы так долго говорим, можно только медикаментами. И, в принципе, в этом плане, я думаю, что, в частности, вот в городе Хабаровске на Сахалине делается достаточно много и образовательных программ, и школ, и обучения врачей. Ну, определенные достижения, конечно, есть, но я не могу сказать, что они такие гигантские, как в Америке, но, наверное, они не так сильно отличаются от европейской части нашей страны. Вот вы как раз подошли и рассказали о некоторых формах обучения. Как вы относитесь к такой форме обучения, как дистанционное обучение врачей? Вот у меня отношения неоднозначные, как и ко всему. Да, неоднозначные. Я понимаю, что без этого нельзя. Непрерывное медицинское обучение – это колоссально необходимая вещь. И непрерывное медицинское обучение может быть с помощью только современных информационных технологий. То есть это интернет, это способность к различным ресурсам доступа, да, и контроль и отдача. С другой стороны, есть определенные объективные сложности, связанные именно с Дальним Востоком. То есть достаточно, к сожалению, возрастной состав наших докторов. Ну, это связано с многими причинами. К сожалению, плохо идут в последнее время молодые работать. Финансовые стороны вопроса. Второе. Низкая плотность населения, и, соответственно, низкая плотность и самих докторов. И поэтому создание им информационных ресурсов технически вызывает сложности, с одной стороны, и контроля над ними тоже. Хотя, я считаю, что это надо, потому что проведение раз в пять лет циклов повышения квалификации, на которые они приезжают и слушают лекции, а информация меняется, бывает, буквально за месяц. То есть заходишь, я каждый день получаю рассылки ведущих американских журналов, где все время есть новая информация, понимаете, и через пять лет она становится уже значительно старой, понимаете. Поэтому это нужно делать. Единственное, это нужно продумать с точки зрения организационной. Вот это, наверное, самая большая сложность. Ну и финансовая, потому что это будет делать определенных затрат. Хотя, наверное, это дешевле, чем возить докторов на циклы повышения квалификации. Наверняка эти вопросы, проблемы будут обсуждаться. Вы будете об этом говорить? Ну вот мы буквально сейчас у нас закончилась секция, где мы обсуждали управление болезнью. Врач, пациент, лекарства, взаимоотношения. Как раз именно вот эти проблемы мы поднимали. То есть мы уже начали, по сути дела, обсуждать данные проблемы. На этом конгрессе. Врач, по сути дела. Продолжение следует...